Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понятильник», который посвящен ключевым фундаментальным событиям прошлой недели и, разумеется, тому позиционированию, которое мы закладываем на перспективу ближайшей предстоящей председневки, которая, собственно, помогает нам определиться с конкретными ценовыми ориентирами и вместе, обоюдными совместными усилиями, скажем, выработать стратегию и конкретное позиционное направление, которого можно придерживаться в рамках предстоящих пяти полноценных торговых суток. Ну, традиционная проверка связи, как меня слышно, вижу, что поставили плюсик. В целом, хотелось бы убедиться, что речь идет о нормальной связи для всех, а не для одного участника. Ну, двое уже нормально, будем считать, что связь хорошая. Имейте в виду, что если возникнут проблемы, вы знаете, что нужно мне о них сообщить сразу же. Попробую исправить технические афики, которые у нас бывают, конечно же, появляются в ходе эфира, но я тут не виноват, сразу хочу сказать. Имейте в виду также, что можете навести курсор мыши на мое изображение, там будет бегуно громкости и, соответственно, подстраивайте, адаптируйте этот параметр непосредственно под себя. Ну, а теперь давайте переходить к нашему вебинару. Думаю, что те, кто смог присоединиться, учитывая то, что время у нас с некоторых пор изменилось, теперь мы выходим в эфир в 15.30 по московскому времени, я снова призываю вас высказаться, удобно ли это время, и, соответственно, если нет, будем делать ставку на основании демократических таких ценностей, если большинство против, значит, перенесем на более приемлемое время. Сценарий. Это основные события прошлой недели. Неделька была очень интересная и хорошо, что по большинству активов, собственно, и наблюдали ту динамику, на которую настраивались. И очень, конечно же, хочу, я был бы безумно рад, если бы эту динамику вам удалось использовать с точки зрения проведения профитных сделок. Но если какое-то движение вы не поймали, не расстраивайтесь, это не единственный тренд, который был сформирован на рынке, тем более, что он продолжается. Мы продолжаем делать на него ставку и, соответственно, искать новые уровни, чтобы еще на нем прокатиться. Если кто-то считает, что поиск уже ушел, я хочу сказать, что по ряду валютных активов, ну, прежде всего, нас интересует евро, доллар, нас интересует фунт, USD, иена, он еще не ушел. То есть, может быть, состав и отходит с перона, но мы еще можем неплохо, соответственно, на нем заработать, если все-таки примем важное решение и вступим в расположение этого состава, который прямым ходом идет к тем долгосрочным целям, которые мы поставили по евро-доллару. Это в районе 1.05. И, в принципе, думаю, никто не будет меня обвинить, если я позволю отметить более амбициозные цели с смещением, скажем, исходя из-за долгосрока даже в район пролетия. Что касается пары USD иена, здесь у нас также высокая цель, но сейчас, правда, уже не такая высокая, потому что когда-то мы ее анонсировали с значением ниже 120, сейчас мы видим то, что буквально на завершении европейской сессии USD иена уже прессингует в районе 123, уже практически забралась выше этого рубежа, значит, идет еще дальше, смотрим за следующей статистикой, последующих макроэкономических данных, которые должны стать дополнительным топливом для усиления роста американца и приближения к нашей цели в 125. Но немного мы отвлеклись, конечно же, давайте все-таки возвращаться к нашему привычному сценарию и начнем буквально с самого начала прошлой недели и первой торговой сессии, и тех движений той волатильности, которую показывала европейская валюта против американца. Евро, как вы могли прекрасно заметить, открыла неделю локального восстановления против своего основного конкурента доллара. В этот раз на помощь европейской валюте пришли технические факторы, которые предполагали возможность локальной проторговки по факту существенных распродаж на закрытие позапрошлой недели, получается. Действительно, тогда мы видели серьезную разгрузку евро. Понятно, это было связано с определенной позицией ЕЦБ, которые дали нам четкое, скажем, представление о том, что европейский мегарегулятор не избежит более агрессивного выкупа активов. Мы это знали и без них, но, конечно же, спокойнее становится тогда, когда эта позиция подтверждается непосредственно монетарными властями, которые и будут лоббировать и фактически принимать это решение. Для нас, для трейдеров, ну, точно не как косрочных, все-таки я анонсирую более долгосрочные стратегические и тактические идеи. Это как бальзам на душу, потому что мы получили и услышали все, что хотели. Собственно, именно и этот новостной фон позволяет нам с какой-то легкой иронией смотреть на потенциальный рост евро, даже на фактический рост, который периодически имеет место быть, но все равно никак не влияет на долгосрочный посыл, который указывает на то, что по евро мы собираемся прокатиться еще глубже. Фиксация весьма удачных шортов, которые были реализованы, я надеюсь, и вами тоже, на позапрошлой неделе, привела к локальному росту главного валютного риска и движения в район практически такого же локального хая в прошлой неделе 1,0750. Стоит признать, что поддержку евро оказала еще и национальная статистика, в частности, импорта Германии в сентябре вырос на 3,6% до 89 млрд евро. Самый высокий показатель, между прочим, с момента накопления статистики, даже, можно сказать, с момента объединения, с 1991 года. Экспорт увеличился на 2,6%. Тем не менее, как я отмечал, есть здесь уже и негативные обстоятельства. Это слабости развивающихся рынков, которые вынуждают, соответственно, ведущую экономику валютного блока, отойти от длительной долгосрочной зависимости от экспорта и сделать ставку на импорт. Это неправильный посыл. Но, может быть, у Германии не было другого выхода, потому что сейчас реально действительно все экономики являются жертвами сложившихся обстоятельств на рынке. Мы знаем, что происходит с мировой экономикой в целом. Мы знаем, как Китай болезненно сказывается на буквально всех ключевых рынках. И, разумеется, еврозона от этого очень сильно страдает. Может быть, конечно же, в таких условиях развивать экспорт просто невозможно. Ну, может быть, и возможно, но лично я не вижу каких-то стоящих инструментов, которые реально можно было бы сейчас задействовать в рамках европейского мегарегулятора и быть полностью уверенным в том, что они приведут к тем позитивным, соответственно, тенденциям и тому положительным исходам, на которые хотелось бы настраиваться. Вроде бы как это программа количественного смельчения, но сейчас мы лишь на ней спекулируем, потому что надеемся вместе с монетарными властями еврозоны, что они, эти меры, решение программного количественного смельчения, продление сроков, могут помочь избавиться еврозоны от ключевой проблемы, которая сейчас является, конечно же, низкие показатели по инфляции, потому что инфляция, как я вас учил, она напрямую влияет на потребительскую активность, ну и на показатели ВВП. Поскольку все эти проблемы сейчас актуальны, и не только для еврозоны, наверное, это прям бич развитых рынков сейчас, ну, может быть, они не так остро стоят в США. Но все-таки по другим регионам, какие бы мы ни рассмотрели, Новозеландию, Австралию, Еврозону, соответственно, Англию, Канаду, здесь достаточно рисков, которые каждый брифинг, каждую неделю мы, разумеется, анализируем с точки зрения актуального новостного фона, но практически всегда находим лишь один негатив. Это не потому, что я ищу один лишь негатив, а потому что складываются так ситуации. Если будут основания, которые позволят нам отказаться, соответственно, от коррекционных идей по указанным валютам, которые стоят за указанными регионами, я, разумеется, об этом вам скажу. Но те, кто постоянно слушают, соответственно, меня в ходе брифингов, смотрят правильные понедельники, я думаю, что вы прекрасно со мной согласитесь касательно того, что на рынке, как ни крути сейчас негатива куда больше. Что касается, скажем, другого новостного фона, в понедельник также состоялось выступление представителя ФРС Розенгрена, отметившего готовность американской экономики к повышению процентных оставок, что сразу же активизировало покупки американского доллара. В частности, американские облигации по факту жесткой позиции Розенгрена продолжили карабкаться вверх. Мы следим сейчас за доходностью американских трежей. Если вот сегодня, даже забегая вперед, могу сказать, что завтра, когда мы будем говорить про рост USD и иены, локальный минимум сегодняшнего дня – 122.20, а сейчас мы видим пару уже выше 123. Один из определяющих факторов вот этого ускорения и бычьего буста как раз стал американский долговой рынок, который продолжает сплачивать покупателей и реально указывает на то, что приток ликвидности в эти инструменты, то есть в активы, которые номинированы в долларах, создает хорошее условие для усиления позиций и самой американской валюты. Этот сценарий сейчас себя очень хорошо, соответственно, отыгрывает. Мы присоединяемся к трейдингу по этому фундаментальному фону, и именно поэтому не отказываемся от тех ожиданий, которые предполагают возможность еще больше укрепления позиций американца против японской валюты. В частности, на прошлой неделе американские трежерисы добрались десятилетки. Прежде всего, я смотрю на десятилетние бумаги. Добрались от 3,5-месячного максимума по доходности 2,37%. Это очень много. Доллар японская иена на этом фоне чуть-чуть не дотянула до сопротивления 124, но я думаю, что это был очередной тест очень высокого ценового значения. И, видя, как доллар реально продолжает цепляться за фактическую малейшую даже фундаментальную поддержку, которая появляется на рынке, полагаю, что благодаря его стержневому характеру мы сможем зацепиться за дополнительные новостные поводы на рынке, может быть, даже в рамках этой недели, и еще ближе стать к нашей цели, которая сейчас манечит в районе 125. Во вторник ситуация снова изменилась, евро вернулось в канал понижательного тренда, который, собственно, был продолжен до окончания всей недели, и сегодня мы видим также, как евро больше склонны к тому, чтобы закрыть сегодняшнюю торговую сессию в красной зоне. В частности, говоря про новостной фон, что же стало причиной, скажем, понижательного тренда, вследствие которого евро просел сначала во вторник в район 6-месячного минимума 1,0670? Как такового, скажем, отдельно взятого новостного повода не было, но все мы прекрасно понимаем то, что вот этот негатив, который характерен для еврозоны, он как снежный ком, накапливается уже в течение дикимого периода времени, и на самом деле у нас сейчас очень много фундаментальных факторов, которые позволяют всем трейдерам, как косрочным, среднесрочным, долгосрочным, найти какой-то отдельно взятый момент, зацепиться за него и объяснить, скажем, себе, убедить себя в том, что европейская валюта действительно обречена на еще большее снижение. В общем, на самый взыскательный вкус есть те аргументы, которые будут делать ставку на то, что главный валютный риск нужно и дальше так же активно и амбициозно солить, как мы, собственно, это и делаем на протяжении последних месяцев. Отметить стоит, можно было, точнее, во вторник еще и динамику нефти, и, в частности, реакцию позиций Брента на факт публикации запасов по, опять же, энергоресурсам в США. Я готовил нас к тому, что, скорее всего, по ПИИ, по Минэнерго, мы в течение еще какого-то периода времени будем наблюдать прирост запасов. Для позиций черного золота факт увеличения запасов это еще один негативный аргумент, который тут же дисконтируется в стоимости и, соответственно, приводит к ослаблению позиций, как и нефтемарки WTI и Брента. Прошлая неделя не стала исключением, как только вышли данные по запасам нефти по версии частного агентства с начала АПИ, мы могли наблюдать, как Брент продолжил проснижение и ринулся в район поддержки на уровне 47 долларов за баррель. Но я думаю, что, если говорить уже про всю неделю и минимальные уровни, которые были зафиксированы, чуть выше 44 доллара за баррель, получается, что в целом давление и пресс на позиции Брента был очень существенный в рамках прошлой недели. И я думаю, что это было, конечно же, нами ожидаемо. И я не думаю, что кто-то сомневался в том, что Брент будет испытывать такой серьезный прессив. Позже прирост запасов после частной оценки АПИ был подтвержден уже официальными данными от Минэнерго США в плюс 4,2, также против прогноза 1 миллион. То есть тренд уже продолжается больше 7 недель, значит, количество предложений растет, предложения по-прежнему весьма далеко от спроса. И мы каждый, по сути, день возвращаемся к идее того, что спросу предложения вряд ли удастся найти хоть какое-то подобие баланса на протяжении, точнее, перспективе ближайшего года, потому что делаем полномерную ставку на увеличение объема производства, как в рамках ближневосточного картеля ОПЕК, ждем увеличения запасов еще со стороны Эмиратов, Ливии, Ирана. Знаем то, что и в России планируют увеличить объемы производства, чтобы поднять налогооблагаемую базу и не нервируя якобы нефтяников, а позволить обеспечить федеральный бюджет дополнительными миллиардами рублей. В целом эта картина указывает на то, что, как я и прогнозировал, еще больше полугода назад тенденция понижательного давления сохранится еще долгое время. Поэтому даже тогда, когда несколько месяцев назад по бренду мы, по сути, добрались до уровня 40, я говорил, что, в принципе, дно еще не достигнуто, потому что фундаментальный фонд никак не изменился за последнее время. А значит, у нас по-прежнему есть все предпосылки не отказываться от затяжной коррекционной идеи и также давить вместе с участниками рынка бренд к еще более глубоким значениям. Что касается другого макроэкономического фона, в частности, во вторник Советы экономических консультантов немецкого правительства озвучил обновленный прогноз роста ВВП, на следующий год отметив то, что крупнейшая экономика еврозоны сталкивается сейчас с актуальными проблемами замедления роста Китая и прочих развивающихся рынков, а значит, общие показатели ВВП дальше будут слабеть, в целом, подчеркивая, наверное, то негативное внимание, которое мы оказываем на Германии на протяжении последнего, наверное, месяца, потому что такого шквала негативных макроэкономических отчетов, слабых релизов по Германии я не видел очень давно. И, в частности, по версии, опять же, этих экономистов, в 2016 год ВВП Германии вырастет, в лучшем случае, на 1,6%, что ниже прошлого прогноза, который значился в районе 1,8. И напомню, что эти данные были опубликованы еще до фактических цифр по экономическому расширению, которые вышли в пятницу. И здесь сохранение понижательного тренда на 0,3% в квартальном эквиваленте против прошлого на 0,4% добавляет еще больше рисков того, что Германия дальше будет слабеть, а темпы экономического роста падать. И это также скажется на показателях такого же, скажем, эквивалента ВВП, только в рамках всего валютного блока. Фонд продолжил карабкаться вверх, реагируя на сильные данные по британскому рынку труда. В частности, уровень безработицы в Великобритании составил 5,3%. Средняя заработная плата за исключением премий 2,5% против прогноза 2,7%. Что касается такого же отчета, только уже с премиями, 3% против прогноза 3,2%. В целом, если анализировать опять же общий махроэкономический фон британского происхождения, то можно было бы, конечно же, сделать ставку на хороший отчет только по общему показателю занятости. Потому что, ну, статистика, признаюсь, хорошая, но вот с точки зрения решения одной из системных и важнейших проблем для Англии, это низких показателей по инфляции, нужно было бы дождаться хороших темпов по росту заработных плат. Ну, такая логика, она сейчас характерна и для США. Но если в США мы видим, точнее, видели по факту прошлого отчета реальный прогресс, то в рамках Британии этого прогресса пока нет. И я говорил, что можно, конечно же, дождаться роста заработных плат и надеяться на то, что рост заработных плат достаточный и станет причиной роста иных запотребительских цен, но только в том случае, если этот рост превысит 3,5%. Сейчас, даже если мы будем говорить про общий показатель, опять же, материального вознаграждения, даже с учетом премий, это все равно 3%. Но это крайне мало, чтобы позволить ключевому показателю по инфляции покинуть вот эти риски пребывания в красной зоне, риски дефляции, вывести страну из дефляционной пропасти и создать условия, вследствие которых британский мегарегулятор стал бы голосовать за, уже большинство, за необходимость повышения процентной ставки. Но поскольку это все только в фантазиях, мы видим риски, которые характерны для, как я уже отметил, всех развитых регионов, и эти риски, но не позволяют нам сейчас отказаться от потенциального ослабления британца, потому что мы зрим в корне и видим глубинные проблемы, которые сейчас не разрешить, но никак. А поэтому, даже несмотря на сильный отчет по британскому рынку труда, хотя тенденции у нас еще нет, может быть, если в ходе следующего месяца мы получим не менее хорошую статистику, вроде бы как будет вывесовываться какая-то позитивная тенденция, но это опять одни лишь предположения. На предположениях далеко не уедешь, поэтому продолжаем работать с фактами и, соответственно, продолжаем верить в то, что британец в ближайшее время сможет вернуться к понижательному тренду. Нам важно, чтобы он напротив доллара добрался сейчас до ближайшей поддержки в районе 1.51, но исходил к нашей долгосрочной цели, которая сейчас в районе 1.50. И тот факт, что британский мегрегулятор большинством, 8 против 9 голосов, отметил отсутствие необходимости за скорое повышение процентной ставки и необходимость следовать за ФРС, это еще, скажем, одно подтверждение того, что мы правильно сейчас распоряжаемся актуальным новостным фоном и, наверное, видим, может быть, в отличие от многих, а может быть, даже большинства участников рынка, те самые основополагающие моменты, на которые и нужно сейчас обращать внимание. То есть сейчас мы действуем против толпы, но никто не отменял, скажем, прописное и истинное правило. Хотите торговать в профит, нужно всегда оставаться на противоположной стороне от рынка и действовать вместе с меньшинством. Что касается других отчетов, предлагаю плавно перейти к торговой сессии среды, потому что в среду у нас был уже целый блок сильных макроэкономических данных китайского происхождения. Ройничные продажи 11% против прогноза 10,9%. Капиталовложения по Китаю 10,2% против прошлого 10,3%. И самый серьезный негатив пришел со стороны промышленного сектора, промпроизводства, потому что мы констатировали еще один отчет о серьезной просадке этого релиза, 5,6% против прогноза 5,8%. Поэтому жесткая посадка Китая сохраняется. Мы видим то, что все те проблемы, которые были характерны для Поднебесной, они не разрешены даже несмотря на более-менее проактивные действия Народного банка Китая, которые регулярно, практически каждый месяц, выкидывают на рынки сообщения о том, что мы приняли еще один пакет экономических и монетарных реформ, мы задействовали еще одни условия, которые позволят смягчить экономическую политику, отвязать, скажем, даже тот самый юань от доллара, соответственно, контролируем всю ситуацию интервенциями, снижаем требования по обязательным резервам для коммерческих банков, чтобы они не нуждались в ликвидности и, напротив, получали вот этот карман маржи дополнительный для того, чтобы стимулировать впоследствии рынок рейтования, ну и обеспечивать себя уже на перспективу уже собственными силами и ликвидностью. Но пока это только в теории работает, конечно же, потому что если бы это было иначе, Народный банк Китая никогда бы не задействовал эти инструменты, но пока только в теории. Напомню, что и по еврозоне у нас тоже лишь теоретические ожидания, что программа количественного смягчения сможет позволить решить проблему с крайне низкой инфляцией. Но эта программа была запущена в марте 2015 года, она была серьезной, и она остается такой же серьезной, 60 миллиардов евро в месяц. Но ее явно недостаточно для того, чтобы разогнать индекс потребительских цен, особенно на фоне того давления, которое идет со стороны снижающихся цены энергоносителей. Напоминаю, что именно снижение цен на нефть является ключевым, сдерживающим обстоятельством для роста индекса инфляционного давления в регионах. И поскольку, в принципе, я уже сказал про то, что по бренду мы ждем еще больше ослабления, может быть, даже гипердолгосрочное движение ниже 40 долларов за баррель, нужно прекрасно понимать, что, опять же, руководство с теорией вытащить индекс потребительских цен в рамках еврозоны сможет программа количественного смягчения в рамках ежемесячного эквивалента не в 70 миллиардов евро, не в 75, а в миллиардов 90. Это в лучшем случае. Но пойдет ли Европейский центральный банк на такое серьезное расширение баланса? Если да, то паритет, ну, это как пить дать. Мы до него доберемся по евро-доллару и будем уже искать значение, может быть, прям другого порядка. Но в целом, наверное, это все равно будет большее ослабление. Что касается влияния слабых макроэкономических данных по Китаю, наверное, один из ключевых инструментов, на который сразу же эта статистика оказывает влияние. Конечно же, позиции сырьевых активов нас интересует бренд, на который я стараюсь регулярно делать ставку. После публикации слабых отчетов бренд получил еще один пинок. Простите, конечно же, за такое выражение, но это действительно было именно так. И просел в, скажем, в район новых недельных минимумов 46-42. Пара USD и иена закрепилась на уровне 123, предвкушая конференцию Елен, выступления представителей ФРС и выхода американской статистики. Потому что мы знаем, даже отталкиваясь от позиции американского мегарегулятора, сейчас нужно ориентироваться. Точнее, не нужно. Сейчас ФРС сам будет ориентироваться больше на национальные макроэкономические отчеты и уже от них. Надо пристать с точки зрения принятия решения, стоит ли нормализовать денежную кредитную политику до конца этого года или лучше подождать. Поэтому я буквально каждый день стараюсь отслеживать комментарии высокопоставленных монетарных чиновников ФРС, следить за статистикой и искать в каждом из этих новостных поводов возможность для подкрепления лично моей субъективной позиции, касающей и предполагающейся то, что ФРС все-таки пойдет на повышение процентной ставки уже, по сути, меньше, чем, точнее, через две недели. Ну, еще чуть-чуть. Если ставка будет повышена, я уже миллион раз говорил об этом, доллар получит поддержку и, соответственно, станет, точнее, продолжит оставаться одним из самых динамичных, а может быть, даже самых динамичных активов с точки зрения роста, которые вообще сейчас присутствуют на рынке финансовых активов. Четверг в связи с ожиданием интересного дня с точки зрения релизов, опять же, новостных событий, оказался весьма подвижным, волатильным днем с точки зрения, опять же, тех динамик, которые показывали основные тандемы валютных активов, на которые мы делаем ставку. В частности, говоря про евро-доллар, мы видели минимальные значения на уровне 1.06.90, а потом, по сути, класс, который был зафиксирован гораздо выше этого уровня, точнее, даже выше на 120 пунктов, класс 1.08.13. Поначалу давление на главный валютный риск оказала европейская статистика, в частности, индекс потребительских цен по Германии снова указал на присутствующие риски, ну, точнее, то, что этот отчет так и остался в районе нуля, он позволяет нам делать абсолютно оправданный вывод постепенного сползания в отрицательную зону. И мы видим то, что происходит с нефтью сейчас. Я полагаю, что если следующий отчет подтвердит верность наших ожиданий и действительно будет сигнализировать о сползании уровня инфляции в рамках ведущей экономики валютного блока на отрицательную территорию, это станет серьезной предпосылкой того, чтобы ЕЦБ уже начинало действовать и перестал тянуть резину. Нужно спасать экономику и, как я уже отметил, без, опять же, дополнительных мер экономического стимулирования сделать это, точнее, спасти ее, но никак не удастся. Стоит отметить, что если отталкиваться, опять же, от дефляционной угрозы, у нас есть, опять же, ожидание того, что если мы анализируем данные по Германии и смотрим за фактическими отчетами, можно использовать, опять же, статистику в любом ее проявлении для того, чтобы спрогнозировать ее эффект на общий показатель инфляции в рамках еврозоны. Это здесь параллель можно провести с американским рынком труда. Сначала мы анализируем данные по EDP и стараемся спроецировать этот отчет на Non-Farm Perils. То же самое по еврозоне сейчас. Смотрим за индексом потребительских цен на Германии и делаем выводы о том, каким же этот индекс может оказаться в рамках всей еврозоны. Ну и здесь понятно, что если есть риски для показателя по Германии, в принципе, присутствуют риски того, что и этот отчет в рамках всего валютного блока также продолжит снижаться. Вот сегодня, буквально несколько часов назад вышел отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Если вы посмотрите на месячные эквиваленты этого релиза, то здесь, опять же, негативная тенденция. Если раньше у нас было 0,2% прироста, то сейчас мы видим постепенное сползание, опять же, сначала к нулевой отметке, поскольку фактическая цифра 0,1%. И здесь, наверное, абсолютно правильно будет сделать вывод о том, что с учетом актуального новостного фона, опять же, объективной картины, реальности, которая связана с серьезной просадкой позиций черного золота. Скорее всего, этот отчет все-таки уйдет снова в нулевую отметку и создаст нам уже возможность предвкушать отрицательные значения. Промышленный сектор Евросоны также по факту релиза прошлой недели просел до 1,7% в годовом эквиваленте против прошлого месяца 2,2%. Ключевым событием четверга стала для Европейского алюда, конечно же, конференция председателя Европейского центрального банка Марио Драги. В этот раз он не смог себе отказать в удовольствии и не прокомментировать денежную калитную политику. Мы ждали, что Драги все-таки обязан сделать что-то интересное для трейдеров, которые сейчас специализируются на продаже европейской валюты и анонсировать вот эти дополнительные меры экономических стимулов хотя бы в формате вербальных заявлений. Собственно, Драги уважил публику, скажем так, порадовал, ну, лично меня, конечно же, потому что я продаю европейскую валюту и поэтому рекомендую, в принципе, точнее, рекомендую вам не потому, что я продаю, а потому что вижу для этого хорошие фундаментальные возможности. И вместе, соответственно, возвращаясь к перспективам пары евро-долларов фактически каждый день, мы, соответственно, ищем дополнительные поводы, которые позволяют нам усилить общее позиционирование и, разумеется, не отказываться от коллекционных идей по европейской валюте. В частности, Марио Драги в ходе прошлой недели своего выступления в очередной раз дал рынку понять, что дополнительные меры экономического стимулирования готовятся, без них уже не, соответственно, обойтись. И в качестве, опять же, этой меры может оказаться расширение программы количественного смягчения, либо продление сроков ее действия. Вроде бы все было на рынке создано для того, чтобы европейская валюта закрыла торговую сессию четверга в минусе. Но, опять же, мы предполагаем, а рынок располагает. На, опять же, американской торговой сессии, на американской сессии четверга появился уже противоположный фундаментальный фонд, который больше стал, скажем, создал основания для разгрузки американца, что, в целом, стало причиной усиления позиций доллара. И здесь стоит, в частности, отметить комментарии Лейкера и Эванса, которые сослались на риски низкой инфляции и отметили отсутствие необходимости для повышения ставки в этом году. Полагаю, если бы не довольно неплохой отчет по заявкам до посольных в безработице, 276 тысяч против прошлого 276 тысяч, то есть ниже 300 тысяч, значит все великолепно. Потери доллара на фоне мягких комментариев Лейкера и Эванса могли бы оказаться более существенными. А так, по факту, мы увидели закрытие дня четверга по паре USD и иена в районе 122.59. Фунт подрос вслед за евро, то есть также использовал слабости американской валюты и достиг локального кая 1.5245. Не меньшим ростом отличился и австралиец, хотя здесь поддержка пришла со стороны сильных данных по рынку труда. В частности, уровень безработицы 5.9% против прошлого 6.2%. Уровень занятости 58.6 тысяч против прогноза 15.000. Но здесь я хочу порекомендовать вам не обращать внимания на этот сильный макроэкономический отчет, но пока локально его даже проигнорировать, потому что используется, была использована новая методология расчета и я думаю, что тогда, когда мы с вами констатируем о снижении инфляции, риски, которые идут со стороны Китая, риски, которые идут со стороны прочих развивающихся рынков, снижение цен на сырьевые товары, падение, точнее, по-прежнему дорогой курс австралийского доллара, ожидание дополнительного шага экономических стимулов через еще одно снижение процентной ставки. Те риски, которые сейчас характерны для, соответственно, рынка услуг, отсутствие инвестиций в горнодобывающий сектор, рынок, соответственно, промышленного производства. В общем, уйма факторов, вот сейчас я назвал 10, и все они со знаком минуса и каким-то образом, каким-то чудом на фоне вот этих рисков рынок труда умудрился показать самый лучший отчет за многие годы. Я считаю то, что это парадокс, который, разумеется, никак не соотносится с реальностью, поэтому этот отчет лучше проигнорировать и прекрасно понимать то, что австралиец по-прежнему обречен на еще большее снижение, еще большую просадку, и именно на эту просадку мы и настраиваемся. Из отчета в пятницу можно было выделить данные по ВВП, как Германии, так и еврозоны, но я уже в КАЦ забегал в ходе вебинара, точнее, обрисовывал ситуацию с темпами экономического восстановления, отталкиваясь от прошлых релизов. Здесь суть и посыл понятны. Еврозона и Германия будет дальше слабеть. В принципе, отчеты пятницы нам это доказали. Действительно, сейчас нет пока надежды на восстановление, достойные показатели. Я думаю, что мы увидим не просто сохранение вот этой тенденции рецессии, мы увидим еще более глубокую просадку, что в целом будет оказывать дополнительное давление на позиции главного валютного риска. Поэтому евро закрыло день, точнее, заключительную торговую сессию в прошлой неделе, да и, в принципе, замкнуло все пяти дневку, снова в минусе, скорректировавшись в район 1.07.62. И такое понижательное давление было характерно и для прочих рисковых инструментов. Собственно, что касается важных макроэкономических релизов прошлой недели, на этом все. Я надеюсь, что мы смогли вместе с вами осветить общую фундаментальную картину. Если что-то забыл, прошу прощения, я сделал это не специально, но, соответственно, через ваши вопросы сможем вернуться к какому-то активу и попытаться поговорить о его перспективах тоже. Давайте теперь переключимся на эту неделю. Завтра у нас индекс потребительских цен Англии и несколько отчетов по оценке бизнес-настроений Германии по версии ЗЮ. Напомню, что каждый раз, когда мы возвращаемся к индексу настроения в деловой среде института ЗЮ и пытаемся характеризовать их в рамках ведущей экономики валютного блока, я, собственно, всегда призывал вас не игнорировать этот отчет, потому что сейчас настроения среди бизнес-элиты Германии, они имеют очень важное значение, потому что есть очень два системных риска для Германии, которые еще, скажем, не дисконтировали свой негативный эффект и свое потенциально негативное влияние на экономику. Это потенциальное сокращение рабочих мест в рамках Deutsche Bank, а речь идет о сокращении больше 30 тысяч сотрудников. И речь идет о гиганте автопрома немецкого Volkswagen. Вы знаете величина иска, вы знаете то, что это очень спорное дело, но, к сожалению, Volkswagen, мягко говоря, попал и, разумеется, это будет иметь негативные последствия как для промышленности Германии, потому что Volkswagen один из ключевых драйверов и будет сказываться на настроениях, на экономическом восстановлении ведущей экономики валютного блока. Ну и опять же выходим на цепные последствия реакции, опять же, этой слабости для еврозоны. То есть негатива достаточно хватает и я думаю, что индекс настроения в деловой среде завтра, которые будут опубликованы, покажут продолжающийся тренд ослабления, ну и, соответственно, станут еще одним сигналом для стратегического ослабления европейской валюты. Важнейший отчет дня, хотя здесь, наверное, их несколько, потому что индекс потребительских цен у нас будет как в США, так и по Англии. Что касается английского мегарегулятора, еще раз напомню позицию, которая связана с тем, что на текущий момент на рынке нет ни единого условия, которое позволило бы повышать процентные ставки раньше 2017 года. Потому что даже целевые значения по инфляции в 2% в лучшем случае удастся достигнуть только в 2017 году. Поэтому завтра сначала слушание по инфляции, потом отчет по индексу потребительских цен. Но в целом я считаю, что дополнительное внимание, либо, скажем, дополнительный акцент со стороны Банк Англии на то, что индекс потребительских цен испытывает понижательное давление со стороны общеэкономических рисков, будет создавать такие глубинные предпосылки для того, чтобы участники рынка все-таки отдумались и пересмотрели свое позиционирование и изменили своему прошлому лангу, который мы наблюдали в рамках всей практически торговой пятидневки, и высмотрели возможности для тактических продаж фунта. Я считаю то, что мы их непременно дождемся. И опять же, беру на себя риск, полагаю, что завтра, именно завтра мы сможем увидеть ту самую интересную торговую сессию, которая сможет отправить фунт к ближайшему ценовому ориентиру в плане села, который сейчас у нас маячит в районе 1.51. Поэтому сейчас по паре фунт-доллара я жду разгрузки и надеюсь, что завтрашний отчет по индексу потребительских цен позволит нам, точнее и другим участникам рынка, ну собственно, как и мне, дождаться этого самого ослабления. Индекс потребительских цен в США. Важнейший отчет сейчас, особенно в преддверии фактического решения ФРС по повышению процентных ставок. Если по рынку труда вопросов больше нет, прогресс очевиден, сейчас остается только одна проблема, это низкая инфляция. Но в ходе сегодняшнего брифинга, надеюсь, что кто-то из вас, наверное, его смотрел, я отметил тот факт, что есть предпосылка, связанная с ростом заработных плат на 0,4%. Это максимум с начала 2015 года. Получается, что на фоне этого отчета будет, наверное, не лишним попытаться спроектировать, свизуализировать потенциальный позитив в рамках и предстоящего отчета по индексу потребительских цен, основываясь как раз на факте роста заработных плат, которые и разгоняют этот, соответственно, показатель. Советую вам обратить внимание еще на содержание экономического календаря и посмотреть на прогнозный уровень. Вы сможете увидеть то, что завтра от индекса потребительских цен большинство экономистов медианная оценка прогноза предполагает повышение этого отчета. И я думаю, что это правильный посыл. Значит, если завтра мы дождемся роста индекса потребительских цен, значит, доллар покажет себя во всей кассе, сможет отличиться, может быть, даже фигурным укреплением, снова приблизиться к уровню 124, но там до 125 будет, собственно, рукой потать. Самое главное нам сейчас получить дополнительный заряд бодрости, уверенности касательно того, что доллар остается динамичным растущим активом и доллар может надеяться на дополнительное топливо со стороны национального макроэкономического фона. В среду данные по рынку недвижимости, но вынес я, конечно же, этот отчет в общую сводку календаря, потому что за последние несколько недель я перестал обращать внимание на данный сектор, больше приоритета дал рынку труда. Но сейчас полагаю, что если даже по факту, опять же, позиции ФРС нам дали установку ориентироваться на общий фундаментальный фон, думаю, что и на рынок недвижимости также можно посмотреть. Поэтому от рынка недвижимости в рамках США я жду все-таки очередного сильного отчета, хотя за последние полтора месяца не видел ни одного слабого. Значит, мы сможем получить еще один аргумент для усиления позиций доллара. Важнейший отчет – это итоговый протокол заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Значит, здесь будет, конечно же, оцениваться готовность американской экономики к повышению процентной ставки, но мы и без протоколов знаем, с чем имеем дело сейчас, знаем, что будет обсуждаться, конечно же, рынок труда и инфляция, потому что больше нечего обсуждать. То, что риски, связанные с спадом экономического восстановления в рамках Китая, уже меньше обращают на себя внимание, это также было подтверждено еще словами Джанет Хеллин в ходе прошлой конференции. То есть, напомню, что председатель Федеральной земной системы Джанет Хеллин дала ясно понять, что угрозы внешнего характера сейчас представляют для ФРС куда меньшее значение, чем национальный макроэкономический фонд. Именно поэтому я дал рекомендацию больше сейчас сфокусироваться на национальной статистике. Поэтому завтра с большой долей вероятности, точнее, не завтра, а в среду, мы сможем получить еще одну жесткую установку от Федерального комитета и подтверждение того, что ФРС реально настраивается, чтобы анонсировать на рынке долгожданное решение, связанное с повышением процентных ставок. В четверг решение Банка Японии по процентной ставке, пресс-конференция и роничные продажи в Англии. Очень важно будет дождаться пресс-конференции японского мегарегулятора в четверг, потому что это будет уже после протоколов ФРС США. Мы получим определенную установку и цели по трейдингу касательно американца. Мы знаем, что сегодня были опубликованы слабые данные по экономическому восстановлению по УВП Японии, что в целом, наверное, снова возвращает на рынок спекуляции на тему необходимости решения программы количественного смельчения только уже в рамках японского мегарегулятора. Я думаю, что на пресс-конференции к этому вопросу снова вернутся и по факту мы уже будем снова говорить о том, что и Банк Японии не откажет себя в удовольствии и все-таки пойдет на более агрессивные выкупы активов, что окажет давление на японскую валюту и, соответственно, станет еще одним фактором и причиной для роста пары USD и иены. Ну и заключительная торговая сессия. Это пятница. И здесь из отчетов стоит отметить роничные продажи в Канаде, индекс потребительских цен, а также канадского происхождения и уровень доверия потребителей. Неделю мы будем замыкать. И из отчетов, наверное, выделить стоит данные по инфляции в рамках Канады, потому что снова отмечаю готовность канадского менорегулятора к еще одному шагу экономического смельчения, то есть к снижению процентной ставки. И если индекс потребительских цен будет оснижаться, то есть, по сути, реализация этого сценария развяжет руки канадским монетарным властям, чтобы они все-таки действовали так же проактивно, как и может быть ИЦБ, и предвкушая, точнее даже опасаясь за возможности еще большего снижения цен на энергоисурсы, все-таки стали стимулировать, спасать и поддерживать экономику собственными инструментами и стимулами, которые имеют место быть. Это, конечно же, смельчение процентной ставки, ну и, может быть, какие-то альтернативные инструменты, о которых я пока не хочу говорить. Хотя сейчас, помимо даже еще одного шага смельчения экономической политики, обсуждаются возможности даже отрицательных процентных ставок. Вот, в частности, сегодня, в ходе брифинга, я делал на это ставку и пытался использовать это в качестве еще одного фактора ослабления канадца и, соответственно, фактора роста пары USDCAD. То есть, мы по-прежнему стремимся в район 1.35. На этом все. Ключевые ориентиры на эту неделю. Евро, доллар 1.06.50, аут-USD 0.70.50, USD-йена 123.70, фунт против доллара 1.51. То есть, по рисковым инструментам снова ставим на продажу. Растет у нас сейчас только доллар. И, учитывая, опять же, хорошее, лично мое субъективное настроение в отношении американцев, полагаю, сможем добраться до значения 123.50, 123.70 уже до конца этой недели. На этом все. Если есть вопросы, вопросы есть. По поводу конференции. Да, хочу воспользоваться возможностью пригласить вас сегодня. Если есть у вас время, пятница, конечно же, у всех свои планы. Но я буду рассказывать про психологию трейдинга. Я буду рассказывать про тот инструмент торничных настроений Кайман, который мы недавно запустили. И, по сути, я сделаю ставку на то, что помимо пресловутой техники и фундамента, есть и другие способы принятия инвестиционных решений. И эти способы уже основаны на умении анализировать поведение большинства и, соответственно, поведение толпы. В общем, я научу вас использовать синдром толпы против самой же толпы и во благо себе. И это все в пятницу. Что касается данных по инфляции в США и по поводу скачка доллара. Но здесь несколько сценариев, как я уже сказал. Если у нас рост показателя, значит тут рост, соответственно, американцев. 100%. Если у нас снижение отчета, то я думаю, что на доллар будет оказано давление, но локального характера, потому что, конечно же, пара не может безоткатно расти. И коррекция, она имеет место в быте. Думаю, что после отчета по инфляции, даже если он и будет слабый, хотя вероятность этого низка, мы все равно будем анализировать уже комментарии представителей ФРС. И я думаю, что там мы найдем достаточно позитива, чтобы закрыть глаза на возможную фундаментальную статистическую слабость. Ну и если, собственно, отчет совпадит с ожиданиями, ожидания-то и предполагают как раз снижение показателей. Это тот же самый позитив, который, уверен, еще не дисконтирует стоимость американца. Резюмируем. В целом, наверное, какой бы сценарий мы бы завтра не наблюдали, долгосрочно это все равно, скажем, фонд, который не создаст каких-то рисков для роста американца. А в большей степени даже сформирует условия, которые будут способствовать усилению позиций доллара. Какие перспективы DAX? Ну, перспективы DAX на фоне ожиданий мер экономического стимулирования в начале декабря от ЕЦБ только хорошие, потому что на фоне, опять же, более агрессивного выкупа активов, даже если мы будем говорить про исторические реалии, на протяжении, скажем, последних нескольких лет, когда я прям активно наблюдаю за воздействием более агрессивного выкупа активов, вот этих беспрецедент мер экономического стимулирования на национальную фонду, она оказывает позитивное и оздоравливающее влияние. И что касается европейского рынка, здесь какой бы индекс вы бы сейчас не рассмотрели, текущий новостной фонд создает хорошие предпосылки для разгрузки европейской валюты, но вот для фондового рынка созданы все условия, чтобы сейчас благоухать и расти. Но здесь, правда, есть и риск, и он уже связан с ФРС. Но полагаю, что у нас будет возможность сначала неплохо прокатиться на росте по европейскому фондовому рынку, а потом уже сделать ставку на те негативные тенденции, которые могут прийти для всех мировых фондовых рынков за счет ужесточения монетарной политики в США. Здесь коррекция будет также существенной, и я думаю, что вы понимаете, какой логике здесь нужно придерживаться. Новозеландец. Сделаем ставку, как и по австралийцу, на ослабление. Завтра, собственно, пару слов я скажу про этот актив, снова посмотрим на текущие актуальные значения, поставим конкретные цели, может быть, дам какосрочную рекомендацию, ну и актуализируем новостной фонд, который, в принципе, создает по-прежнему больше, скажем, опасений для будущего новозеландца. Думаю, что конференция будет в записи, но личное присутствие, конечно же, приветствуется, тем более, что буду рад с вами со всеми познакомиться. Ну вот, Татьяна Бокова уже, в принципе, ответила на вопрос по перспективам новозеландца. Я, в принципе, с ней согласен. Тогда большое вам спасибо за внимание, рад был всех вас видеть, соответственно, завтра увидимся уже в ходе брифинга. По-прежнему призываю вас высказаться касательно удобства по времени, 15-30 по московскому времени. Если это создает проблем присутствовать на вебинаре, будем, как я уже сказал, подстраиваться, адаптироваться и попробовать, соответственно, подгадать уже другое время для выхода в эфир. Поэтому хорошей вам торговой сессии, хорошей вам торговой пятидневки. Ну и, разумеется, продолжим следить за актуальным новостным фоном и вместе с вами обоюдными усилиями толкать европейскую валюту вниз, где, собственно, она и должна находиться. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok